— Можете описать состояние? — Можете ее, в частности, прочесть, она есть у нас в архиве, на русском языке тоже. Он пишет это, в общем, очень похоже на социалистическую систему. Система полной социальной обеспеченности, зависимости. — Защиты. — Защиты, естественно. Ну, помогите мне выразить просто словами такими. Система, когда все находятся в общей заботе друг о друге, то, что мы когда-то слышали в России. — Да, но на самом деле это все реализуется. И то, о чем писал Маркс, кстати говоря, только его неправильно понимали. Он там описывает, Баля Сулам, как правильно понимать Маркса. — После Маркса возникло несколько оппортунистических движений, которые полностью исказили его. Он писал о том, что необходимо вначале воспитывать народ. И после этого приводить его к такому состоянию, когда они могут заботиться друг о друге, когда у них будет круговая порука, поручительство взаимное, так называемое. А для этого необходимо воспитание. То есть это не мгновенный переход куда-то к чему-то. Но дело в том, что как только мы начинаем это движение друг к другу, к совместной жизни, к совместной зависимости, вот как мир наш круглый, мы таким же образом должны создать свое общество. Круглое. Как только мы к этому начинаем какие-то хотя бы движения, подвижки, сразу же все начинает меняться. Хочешь, чтобы прекратился антифада? Возьми и начни это делать. Один первый шажок сегодня или завтра. Все. — На встречу друг к другу? — Да. На встречу друг к другу. Ты увидишь, как все эти наши ненавистники сразу же завянут. — А как это выражают? — Сегодня. А завтра придут тебе помогать. От всей души будут помогать. Потому что это общая система мира. Потому что ты управляешь явлением доброй силы в наш мир для равновесия, для гармонии ее с силой зла, с эгоизмом. — Как это выражается, допустим, там, не знаю, на дорогах, на работе? — Везде. Люди не будут подсекать друг к другу на дорогах. Люди не будут подсиживать друг друга на работе. Люди будут чувствовать, что они находятся как одна семья. Вместе. И таким же образом все остальные народы почувствуют отдохновение такое. Знаешь, все напряжение спадает. И это все благодаря нам. И они почувствуют, что это нам. А сегодня обвиняют нас, что мы виноваты в их проблемах. — Чем нам лучше, тем им хуже. Нет? Они это увидят и захотят нас уничтожить. — Нет. Потому что мы своим добрым состоянием, между нами, мы проводим на них это доброе состояние. И вдруг у них получается тоже возможность уравновесить свою систему. Социальную, государственную, отношение между людьми, в семьях, в обществе, везде. А иначе не получится у них этого. Не получается. И в соответствии с этим они ополчаются на нас. Продолжение следует... Продолжение следует...